Будущее уборки и переработки бытовых отходов, которые совсем не за горами, наглядно демонстрируют на выставке WasteTech в подмосковном Красногорске. Умные контейнеры сами выходят в интернет, контролировать коммунальщиков можно онлайн, а горы мусора быстро превращаются в удобрения. Валентина Славьева прикоснулась к фантастике, которая становится реальностью. Все отходы, которые попадают внутрь, прессуются до восьми раз. То есть на обычную 120-литровую корзину мы можем запрессовать до 900 литров объема. Урна, которую называют «умной», работает от солнечной батареи и не только сама сожмет мусор. Она всегда онлайн, все данные передает в облако. Можно смотреть различные показатели по заполненности, батареи, температуру. Это российская разработка. От зарубежных, говорят в компании, отличается долговечностью. На ней антивандальные датчики. Похожие баки представил производитель из Швеции. Здесь урна реагирует на приближение человека и открывается автоматически. А вот умный контейнер из Финляндии. Когда бак заполняется, он отправляет уведомления на электронную почту в департамент. Так там понимают, что урну пора опустошить. Угадайте, что это такое. Парк действительно кофе. Это продукт переработки пищевых отходов, смешанных. А используется этот порошок как удобрение машина из Арабских Эмиратов. При определенных температурных режимах еду в компост превращают в микроорганизмы. Они могут проживать 15 тонн отходов в сутки. Представители компании не скрывают. За основу взята еще советская разработка для биокомпостирования. Сейчас ее адаптировали даже для использования в обычной квартире. Выглядит как мультиварка, которая из остатков обеда приготовит подкормку для растений. Та пища, которая осталась на тарелочках, мы все складываем в контейнер. Мы загружаем контейнер в машину, закрываем крышечкой и нажимаем на кнопку старт. Все, что нам нужно, это только 3-4 часа подождать. И через 3-4 часа мы получаем вот такой результат. А один из резидентов Сколково предлагает мусор сжигать в печи, которая не дает выбросов за счет целой системы фильтров. То, что не сгорело, пойдет на вторсырье. На выходе нашей печи есть только химический стойкий шлак, который абсолютно безвреден. И из него можно производить стройматериалы. В России с 1 января появилась, по сути, новая система по обращению с коммунальными отходами. И подобные зеленые технологии сейчас активно разрабатываются и внедряются. Еще несколько лет назад на такой выставке не было даже отечественных мусоровозов. Сейчас они конкурируют с зарубежными. Наши производители представляют магнитные ленты для сортировки мусора. А региональные операторы показывают то, что ближе жителям. Например, как теперь, не выглядывая из окна, можно контролировать коммунальщиков. Видим график вывоза отвертых коммунальных отходов и, соответственно, фотоотчет. То есть до и после вывоза. Любой житель, любой человек может зайти на сайт и непосредственно посмотреть, был отчисленный вывоз на данной камере площадки или не было. К 2024 году в России должны перерабатывать 60% мусора. Валентина Славьева, Ирина Чичуй, Анастасия Левинская, Андрей Лесных, Владимир Гриневич и Руслан Башко. Первый канал. Анастасия Левинская, Андрей Лесных, Владимир Грин passport.